19 февраля 1985 года авиалайнер Boeing 747 авиакомпании China Airlines выполнял регулярный рейс 006 по маршруту Тайбэй-Лос-Анджелес. На борту самолета находились 23 члена экипажа и 251 пассажир. Друзья, мы создали новый канал на английском языке, где мы также занимаемся реконструкциями авиапроисшествий. Поддержите наш новый канал, подписавшись на него. Рейс China Airlines 006 вылетел из Тайбэя в 0 часов 22 минуты и взял курс на Сан-Франциско. Лайнер занял магистральный эшелон 12500 метров. Экипаж включил автопилот в режиме инерциальной навигационной системы, прокладывающий курс между путевыми точками. Около 10 часов утра в районе путевой точки Реду авиалайнер попал в зону турбулентности. В 10 часов 10 минут скорость самолета увеличилась до 488 км в час и автопилот резко уменьшил тягу двигателей. Как только скорость упала до 472 км в час, автопилот увеличил тягу. Первый, второй и третий двигатели вышли на крейсерские обороты. Однако четвертый двигатель на команду не отреагировал и остановился. Бортинженер доложил командиру, что в четвертом двигателе произошел срыв пламени и указал на панели, что генератор четвертого двигателя также перестал работать. При этом топливный насос продолжал работать нормально. Командир дал указание второму пилоту связаться с диспетчером и запросить снижение в связи с падением общей тяги двигателей. А бортинженеру попытаться заново запустить неработающий двигатель, хотя максимальная высота запуска двигателей 9150 метров, тогда как рейс 006 летел на высоте 12500 метров. Бортинженер достал руководство по полету на трех двигателях, а также по запуску двигателей и приступил к процедуре запуска. Для этого он в соответствии с процедурами, изданными компанией, включил тумблеры зажигания двигателей в положение flight start, а затем перевел ключ зажигания второго двигателя в положение запуска, тем самым активировав одну из двух систем зажигания и применив непрерывное зажигание для четвертого двигателя. Две из трех систем кондиционирования были переведены в режим half-low. Первая попытка оказалась неудачной и скорость самолета продолжала падать. В 10 часов 14 минут второй пилот связался с диспетчерским центром в Окленде и запросил снижение, не сказав при этом об отказе двигателя и не стал объявлять чрезвычайное положение. В ответ он услышал лишь «Ожидайте». В 10 часов 15 минут Центр управления воздушным движением в Окленде сообщил о расчищенной траектории для занятий рейсом 006 высоты 7300 метров, однако ответного подтверждения не прозвучало. Технической особенностью всех модификаций Boeing 747, за исключением новейшей 747-800, является отсутствие автоматического управления в канале рыскания. Автопилот не может самостоятельно отклонять руль направления, поэтому система не могла самостоятельно парировать развивающий момент от остановившегося двигателя. Из-за падения скорости самолет начал крениться вправо, на что автопилот отреагировал отклонением элеронов, единственного доступного автопилоту канала управления направлением до максимально возможных 23 градусов для создания левого крена. К моменту отключения автопилота правый крен составлял уже более 60 градусов, лайнер в этот момент уже влетел в облака, поэтому пилоты не могли по внешним ориентирам определить свое положение в пространстве, в связи с чем командир сосредоточил свой взгляд на авиагоризонте и увидел, что линия искусственного горизонта стала принимать вертикальное положение и быстро зашла за левый край экрана. Никаких сигналов о сбое или ошибке на своем авиагоризонте командир не увидел и сравнил его показания с авиагоризонтом со стороны второго пилота и с резервным, но и на них наблюдалась такая же картина. В это время бортинженер доложил командиру о том, что остальные три двигателя перестали работать и самолет начал быстро терять высоту. Командир потянул штурвал на себя и заметил, что скорость упала приблизительно до 270 км в час, но стоило опустить нос, как скорость вновь превысила максимальную. При этом, согласно словам пилотов, в кабине не звучало никаких сигналов о превышении максимальной скорости. Пилоты совместными усилиями начали тянуть штурвалы на себя, чтобы замедлить скорость и поддерживать ее на допустимом уровне. В 10 часов 15 минут самолет перешел в глубокое пикирование, теряя высоту со скоростью 150 метров в секунду и достигал перегрузок в 5G. На высоте около 3000 метров пилоты смогли выровнять самолет. Первый, второй и третий двигатели снова заработали, но четвертый двигатель не запустился. Бортинженер провел стандартную процедуру запуска и сумел запустить четвертый двигатель. Первоначально пилоты планировали продолжить полет до Лос-Анджелеса. Однако после попытки набора высоты, бортинженер обнаружил, что индикаторы положения шасси указывают на то, что шасси выпущено и не убирается. А в гидравлической системе номер один отсутствует давление жидкости. Командир принял решение подняться лишь до эшелона 8850 метров, что является максимальная высота полета с выпущенными шасси. И в 10 часов 38 минут пилоты рейса 006 повторно объявили о чрезвычайной ситуации, заявив, что на самолете есть тяжелораненые. В 10 часов 38 минут центр в Окленде дал рейсу 006 прямой заход на посадку в Сан-Франциско. Пилоты активировали автопилот, который работал вполне удовлетворительно и был отключен на высоте 762 метров. В 10 часов 39 минут авиалайнер благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу 28-я левая в Международном аэропорту Сан-Франциско. Из-за неработающей гидравлической системы самолет не мог эффективно осуществлять руление, поэтому командир оставил самолет на взлетно-посадочной полосе, после чего самолет был отбуксирован на перрон. Все находившиеся на борту 274 человека выжили, 24 пассажира получили травмы различной степени тяжести. Причинами происшествия занялся Национальный совет по безопасности на транспорте США. Окончательный отчет расследования НТСБ был опубликован 29 марта 1986 года. Согласно отчету, наиболее вероятной причиной инцидента стала невнимательность командира экипажа к показаниям приборов, так как он отвлекся на устранение возникшей в полете неисправности четвертого двигателя и в результате произошла потеря управления самолетом. Также дополнительной причиной, приведшей к происшествию, стала излишняя уверенность командира экипажа в правильности работы автопилота после возникновения неисправности четвертого двигателя. Никаких рекомендаций по результатам расследования выдвинуто не было. Смотрите также. 4 ноября 1993 года авиалайнер Boeing 747-400 авиакомпании China Airlines выполнял плановый регулярный рейс 605 по маршруту Тайбэй-Гонконг. Но после посадки в пункте назначения в условиях шторма выехал за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Гонконга и скатился в пролив Виктория.